Чем куда-нибудь ездить, лучше в Ульянской области. Вот живем, едем куда-то за границу Ульян, этот, Москву. А зачем это надо? Лучше у себя в городе. Правда ведь? А там сколько? И деньги, сколько? Миллионами надо. А здесь спасибо большое, что такие хирурги у нас отличные. Ахат – донор. Свою почку он отдал сыну. О чем говорит, знает не понаслышке. Первую операцию его отпрыску делали в Москве. Теперь трансплантацию почки под чутким руководством коллег из столицы провели ульяновские хирурги. Уникальность этой операции состояла в том, что это была именно повторная пересадка у пациента. То есть у него до этого уже была пересажена одна почка от матери. Теперь у него прошло 15 лет и функции трансплантата снизились. Развилось опять заболевание. И сейчас отец выступил донором. И вот проведена была операция ретрансплантации. Смочусь все очень нормально. Ничего не беспокоит. Все, пересадка нормально, удачно прошла. По словам специалистов, если орган-реципиенту пересажен до 39 лет, это позволяет увеличить продолжительность жизни в среднем на 17 лет. Всего в регионе около 500 человек находятся на гемодиализе. Из них более половины нуждаются в пересадке почки. Мы понимаем ценность и актуальность данной проблемы, потому что такие пациенты в области имеются. Их достаточное количество. И на сегодняшний момент мы имеем возможность пересаживать почку непосредственно в своем лечебном учреждении. Это большое достижение, это большой прорыв. Крупные лечебные учреждения ближайших регионов уже этот этап прошли. И мы также приближаемся к этому рубежу. Две успешные операции позволяют специалистам строить самые радужные перспективы. Более 200 человек уже вошли в лист ожидания. И теперь смогут получить качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы родного края. Специалисты нашего медицинского учреждения прошли подготовку в институте Шумакова, как я уже говорила, в главном учреждении по данному профилю медицинской помощи. В 2018 году у нас запланировано пять операций пересадки почки. Одна из них уже выполнена. И еще одна операция была выполнена в прошлом году, в 2017. Пока что в центре два специалиста, обученные для проведения подобных операций. В скором времени еще один хирург получит право практиковать на самом современном оборудовании. Все это позволяет надеяться на то, что уже к 2021 году будет обеспечена полная потребность региона в таких медицинских услугах, а количество проведенных операций перевалит за 40.